Привет друзья! Сегодня я вам порекомендую приготовить очень вкусную и нежную творожную запеканку, вкус которой вернет нас в детство. Все мы конечно же помним вкус этой запеканки, когда ходили в детский сад. И сегодня я покажу вам как приготовить такую ароматную запеканку. Для приготовления нам понадобится пол килограмма хорошего жирного творога. Идеально пропустить творог через сито, но если комочки у вас небольшие, достаточно будет разомнуть творог вилкой. Также нам понадобится 3 столовых ложки сахара, 2 куриных яйца, столовая ложка растительного масла. Также для приготовления запеканки нам понадобится 2 столовых ложки манной крупы, по четверти чайной ложечки соды и ванилина. Если у вас случайно не окажется ванилина, можно добавить пачечку ванильного сахара. Также возьмем пол чайной ложечки соли. Итак, друзья, на первом этапе мы взобьем миксером куриные яйца и сахар до густой пышной пены. Затем мы добавим в творог манку, соль, ванилин и соду. Добавим сюда столовую ложку растительного масла и хорошенько перемешаем до однородности. Вот до такого состояния мы взбили яйца с сахаром и и теперь добавляем их к общей сырной массе. Теперь эту всю смесь мы тщательно перемешаем до однородности. Не лишним будет добавить сюда горсть изюма. Вот до такой консистенции мы хорошенько размешали нашу творожную массу. Она получилась очень пышной и нежной. Далее мы отправляем ее в жаропрочную посуду, хорошенько смазав дно сливочным маслом или маргарином. Затем мы добавим поверх нашей запеканки несколько столовых ложек сметаны. Хорошенько ее распределим по всей площади и затем отправим в хорошо разогретую духовку при 180 градусах запекаться минут на 35-40. Итак, друзья, вот спустя 40 минут наша запеканка приготовилась самым наилучшим образом. Вот такая вот, посмотрите, она румяная и очень пышная. Даем запеканке остыть до комнатной температуры и можно уже употреблять ее свежезаваренным чаем. Редактор субтитров А.Семкин